Сейчас попробую дать левитана. Вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва» в эфире Дарья Павлова, которая ведёт программу «Синемание» на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем. Даша, привет. В широкий прокат выходит новый отечественный триллер «Подвал господина Гринберга». И Власий Зубов, актёр, исполнитель главной роли, у нас сегодня в гостях. Власий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Власий. Только что перед началом эфира вы держали в руках Оскар. Самый настоящий Оскар. Вот скажите вы мне, господин артист, а чего все актёры так хотят получить свой собственный Оскар? Например, я качаюсь, а Оскар очень тяжёлый, он мне подходит, я могу им потренироваться дома. «Качая железо» вспоминает первый фильм Арнольда Шварценеггера. Ваш кумир? Нет. А чего так? У меня нет кумиров, в принципе. Это правильно. Пишите, звоните. У нас в гостях актёр Власий Зубов. Вы много занимали спортом. А как спорт помогает актёру в его работе? Ну, во-первых, это физическая подготовка. Актёр должен уметь многое, то есть его мобильность нужна, его навыки. Чем больше навыков, тем ты более продаваем, ты более интересен. Не надо искать дублёров, заменять и платить лишние деньги. Вы говорите о выполнении трюков и прочее. Но, например, в той же Америке актёрам практически запрещают делать трюки, потому что их жизнь и здоровье страхуются на огромные деньги. Вы когда трюки выполняете на съёмочной площадке, в вашей жизни и здоровье страхуют? — К сожалению, у меня мало было трюков. И, к счастью, они такие опасные. Но страховки не было. — Не было. — Опасные моменты были? Когда действительно она была необходима, эта страховка? — У меня была роль, когда меня сбивают машины. Ну, это как бы постановочно всё, да. Но, тем не менее, машина подъезжала, я в неё ударялся, падал, расшибался колени. И мне даже забыли надеть наколенники. — Ого! — Мастер вот спрашивает. Интересный вопрос, кстати. Финансовый. Артист, у которого работает без дублёра, какая-то копеечка, что он совмещает две профессии, прилетает? — Вы знаете, лично у меня не было такого, чтобы доплачивали именно за каскадёрские трюки. — Экономят на артистах, получается. И на каскадёрах. — Конечно. Вы служили в армии. — Верно. — Огромное количество молодых людей стремятся избежать армии разными способами. — У вас не было мысли откосить? — По здоровью я проходил только в стройбат, потому что у меня сколиоз, плоскостопие было там и всё такое, гастрит. Я попросил убрать болячки. — Зачем? — Чтобы пойти в нормальную армию. Я пошёл в ВВМВД. В жизни помогая даже, понимаете? Если бы я в стройбат пошёл, чему бы я научился? Копать лопатой? Сажать грядки? — Генералу на даче. — Именно так. И у нас такое тоже, к сожалению, было. — Было, да, такое? — Да. — Про фильм хотелось бы поговорить. — Давайте. — Вот так же. Подвал господина Гринберга. Чтобы наши слушатели понимали, о чём речь, можно попросить сначала кратко описать сюжет фильма. — В городе пропадают девушки. Есть человек, на которого падают подозрения. Как бы фильм в прокате, я не могу многое говорить, понимаете ли, да? — Насколько можно, конечно, да-да-да. Ну, я смотрела трейлер, и там уже понятно, в принципе, что главный герой, он как раз этих девушек в подвале не держит. Но держит он их, опять же, по какой-то конкретной причине. И причина тому совсем не вот эти извращённые какие-то делишки. — Стас Локу вас спрашивает. А если нужно будет сыграть, например, узника Беркенау, готовы похудеть и стать измождённым? — А мне худеть-то некуда. — А если нужно будет резко поправиться, готовы избавиться от своей рельефной мускулатуры ради роли? — К сожалению, не получится, потому что я 23 года занимаюсь в спортзале, я не могу, у меня генетика такая. — Подвал господина Гринберга. Вот в описании пишут, что Артур Гринберг — жестокий убийца, маньяк. А как сыграть человека, на которого вы совсем не похожи? Вы же не маньяк, я надеюсь. Вы не маньяк? — Ну, история об этом умолчивает. — А, понял. — Ну, первый момент. Все мы смотрим кино того или иного жанра. Вот. Соответственно, мы что-то из этого черпаем. Примеряем на себя образы, пытаемся прожить это. — Мой друг, вы когда смотрите кино в роль плохих на себя, примеряете? — Да. Конечно. Я разноплановый актёр, поэтому мне интересны очень многие персонажи и типажи. — Слушайте, Власий, я когда учился в Щёке, нам говорили всегда, что для того, чтобы хорошо сыграть роль, нужно полюбить своего персонажа. Какие черты Артура вы полюбили? — Мне близко было это спокойствие. — То есть он хладнокровный маньяк? — Да. Не то, чтобы хладнокровный, а соразмеренно такой сконцентрированный на всём происходящем вокруг его. То есть минимум слов, максимум дела. — Мастера задаёт сразу два вопроса. Ведь в жизни, когда ловят какого-то маньяка, соседи, проживающие с ним, дают маньяку исключительно положительную характеристику. — Почему-то так бытует, что маньяки всё-таки выглядят прилично. Быть может, это травма детства, их били в школе, обижали, может быть, родители плохо. — А вы как оправдывали Артура Гринберга? Он чего получил в детстве? — Я его не оправдал, потому что в детстве у него ничего такого не было. Какой-то предыстории такой нет. — А вы не придумывали биографию его? — Как он стал таким? — Он любил. Он просто сентиментальный, доверчивый человек. — Как вы думаете, Вася, почему зритель зачастую предпочитает плохого героя хорошему? Вот плохой герой вызывает больше симпатии, чем хороший. Почему? — Ну, все мы ищем противоположность себя, что ли. Может быть, из-за того, что ему сочувствуют, сопереживают, то, что с ним что-то происходит постоянно. Вот он плохой, он в жизни обижен, там, и что-то вот в этом духе. — Как готовились к роли? Просто интересно в том плане, смотрели ли какие-то интервью, может быть, с маньяками, какие-то статьи, может быть, читали? — Может, на зону ездили. — Может быть, да, общались даже, да. — Я читал сценарий, да, и, вспоминая все фильмы на процессе читки сценария, у меня уже картина какая-то рисовалась. Я уже понял вот эту вот спокойность характера. Плюс мне режиссер посоветовал посмотреть один фильм. — Какой? — Никто не выжил. И с него я взял чёткий референс. — А вот доходить до умышления именно человека, который, ну, скорее всего, у него всё-таки, надо признать, что он нездоров, маньяк, у него есть обычно какая-то психологическая травма у персонажа. И вот я хотела спросить, какая психологическая травма есть у вашего персонажа? Насколько я понимаю, что он никакой? — Никакой. Я говорю, надо смотреть фильм, и вы тогда поймёте. После премьеры очень много народу выходило и говорило, какой вы обаятельный маньяк. — Вот, вот, вот. Алло, здравствуйте. — Добрый день. Я слушаю актёра. Безусловно, это умный и развитый человек. Одна его фраза, что Оскар годится вместо гантели, это уже впечатляет, это правильно. Но вот у меня вопрос вот какой. Для чего нужен очередная поделка о маньяках? Актёром у меня нет никакой претензии. Это умный человек, и видно его. — Отвечайте, Власик. — Отвечаю на ваш вопрос. Вот если вы посмотрите фильм, то вы поймёте, были у нас такие спикеры на премьере, которые говорят, зачем вы снимаете такую чернуху? — И вы знаете, поднялся весь зал против него и начали кричать, вы не поняли фильм. И это правда. Он не понял фильм. Он смотрел только на свою боль, на свою личную боль и смотрел на чернуху, потому что он сам это всё переживает, ему нравится, это негативизм. — Коротко, несколько слов. Почему зрители должны посмотреть подвал господина Гринберга? Очень коротко. — Очень коротко, потому что это очень глубокая психологическая такая драма, где вы поймёте, чего она стоит, любовь, как происходит эта любовь, несмотря на все ожидания и невзгоды. — Про любовь. — Спасибо. У нас в гостях был актёр Власий Зубов. Сейчас новости на «Говорит Москва» и реклама.